Весна у нас обещает быть дружной, теплой, и лето синоптики обещают быть жарким. И очень важно сохранить влагу в почве. Поэтому по итогам года 12-го, когда была жара, когда все развивалось достаточно слабо и все горело, у тех садоводов, у кого был, кто запасся капельным поливом, и обеспечил растением на самом этапе достаточное количество влаги, растения поднялись, прикрыли почку своими листиками и развивались достаточно хорошо. А там, где в июне влаги не хватило, это касается и плодовых культур. Помните, как засыхало все от недостатка? То есть была очень малоснежная зима и очень жаркое было лето. В этом году снега не очень много на многих участках, где-то выдулось. Сейчас уже в Ордынском районе практически уже совсем островки снега остались, все уже вытаило, просто грязь, уже давным-давно все сухо. И важно обеспечить капельный полив. Теперь по рассаде. С капельным поливом вообще легко, то есть фитинги пока все есть. Лента капельного полива стоит недорого, всего 9 рублей метр. И запастись этим, разложить, и пусть оно себе капает. Если у кого-то есть возможность запастись влагой, это съездить на участок и даже сделать какие-то караба, простелить в них пленку и накидать туда снега. То есть запастись водой, даже если нет бочек. То есть все бочки, все емкости заполнить снегом. И в теплице очень тоже хорошо, очень спасает дополнительно от заморозков это рукава аккумулятора тепла. И можно растереть пленку, такую как светлица, она очень эластичная, растереть прямо на дорожку с поднятыми боками и туда набросать снега. Задержится воды, то есть у вас будет дополнительная емкость с водой. И для полива хватит, и в то же время обеспечит от заморозков. Появился также в центре препарат от заморозков антиприз. Что хочу еще сказать? Хочу сказать вот по какому поводу. По рассаде. Перцы, слава Богу, взошли, баклажаны всходят. Помидоры в этом году хулиганят. Значит, сидят себе. Так как мы решили провести очень много опытов по семенам, я первый раз за последние несколько, не помню даже уже такого времени, когда я замочила 300 семечек. Некоторых сортов замочила по 100 штук. Мне нужно же для опытов и много, чтобы было одинакового посадочного материала. Но я не могу по себе судить по той причине, что у меня температурный режим неправильный. То есть у меня где-то 18-20 градусов, 22 бывает, 26 не бывает. Я не могу найти в доме место, где у меня есть 26 градусов. Из 23-го числа из 300 семян наклинулось одно семечко. Я их трогаю, они все живые. Но они сидят себе и спят. Поэтому не волнуйтесь. В проращивателе, кстати, быстрее все прорастает. Там есть кислород, и садоводы приходят, говорят, что прорастает быстрее. Сегодня часть пакетиков положу из банки в проращиватель, а часть просто свежих положу в проращиватель и посмотрю. Но волноваться не стоит, потому что сегодня начали проклевываться первые, с 23-го числа. Поэтому не может такое быть, чтобы все семена 29 сортов были не всхожи. То есть все плотненькие, все такие набухшие, толстенькие, но не хотят пока всходить, думают. А у кого из садоводов зашли семена, листики какие-то некрасивые, скрученные. То есть может быть, ну каждый год, у каждой культуры, бывает год культуры какой-то. Посмотрим за томатами дальше. И что еще важно по томатам, по семенам? Зайдут семена, то есть следите, вот от момента петельки до выхода семидолек проходит очень быстро время. То есть оно быстренько вытягивается, и потом рассада растет достаточно активно и быстро. Так как у нас в этом году очень ранняя весна ожидается, и в теплицах еще достаточно тепло, мне садовод рассказала очень интересный опыт посева семян томатов на рассаду. Она приходит в теплицу, сеет сухие семена, делает бороздку, засыпает снегом и уезжает. Снег тает, в прошлом году было так же, особенно все эти ранние сорта, которые для открытого грунта. Снег тает, семена всходят, подъезжает, присыпает землю, опять присыпает немножко снежочком, они закаляются. В прошлом году мы все общество обеспечили в округе семенами. То есть все взошло, все догнало и перегнало то, что на подоконнике. Потому что если вы посмотрите, то в комнате, в квартире вы такого освещения нету. Сейчас уже начало апреля, сейчас уже достаточно интересно. Поэтому можно попробовать такой опыт, а на следующий год поделитесь. И по сезонной обработке почвы. Меня всегда задают вопрос, ну вот зачем мы каждый год обрабатываем бактерии? Они же там накапливаются. Вот мы берем и обрабатываем сияние ежегодно, весной и осенью. И эти бактерии должны, они же почвенные, они должны в почве жить. В связи с зимой, то есть бактерии частично либо спят, либо вымерзают. И пока они проснутся, и пока то количество бактерий, которые проснувшиеся, достигнет того определенного максимума, который необходим для питания растений и для подавления различных болезнетворных бактерий, наступит июнь. Это примерно все могут понимать, когда количество бактерий полезных, которые участвуют в питании растений увеличились. Я очень часто привожу этот пример. Вот мы приезжаем, в мае посеяли морковь, допустим, высадили лук. Все еще почва темная достаточно, еще грядки все видны, земля. И вот растения еще слабенькие, маленькие. И вдруг в июне месяц, каждый год по-разному, бывает 10-20 июня. Вот вы приезжали недельку назад, растения были еще маленькие. И через неделю приезжаете, а листья у кабачков как лопухи. Вот просто. И лопухи также выросли, и другие сорняки огромными стали. Это говорит о том, что микрофлора размножилась, и идет резкое выделение углекислого газа, и все очень, как на дрожжах, все очень быстро растет. То есть почва прогрелась, это прошел июнь. У нас лето достаточно короткое, но сейчас, слава богу, оно увеличилось. И для того, чтобы увеличить вегетационный период, первое, нам весьма не воловажно, какие культуры к нам придут на грядки, либо болезнетворные останутся после зимы, их большое количество, либо полезные микроорганизмы, и в то же время, когда начнется процесс вегетации достаточно раньше. Поэтому каждую весну мы делаем весеннюю обработку почвы. То есть для того, чтобы восстановить микрофлору ту, которая нам нужна. И второе, повышение плодородия почвы. Потому что у нас осталось очень важно, если у нас осталась не переплевшая какая-то органика, если у нас были посеяны седираты с осени, их можно немножко прорыхлить в почву и сделать весеннюю обработку. Весенняя обработка делается либо готовым препаратом «Сияние-1», один пакет готовится на пол-литра с сахаром, со столовой ложкой сахара, либо варенье, либо отходы, допустим, чай вы делали из шиповника, ягодки вот эти можно добавить, получается очень вкусно. Нужно полстакана, 100 мл на ведро воды. Мы делаем весеннюю обработку там, где у нас будут расти рассадные культуры. Если вы морковь сеете поздно, можно и там сделать весеннюю обработку, если у вас морковь плохо хранится, болеет, то это мы делаем весной. Через 2 недели можно все сеять. Седираты можно сеять сразу, либо в этот день, либо на следующий день. Количество семян там не ограничено, и семена достаточно устойчивы. Осенью же, зачем мы делаем осеннюю обработку? Подавляем болезни, которые накопились за лето, и восстанавливаем плодородие почвы. Почва у нас истощается ровно настолько на величину вашего урожая. Что такое величина урожая? Это величина даже той ботвы, которая у нас свекольная ботва, либо морковная. То есть на количество вот этого почва отдала. Она не может родить бесконечно. Она и так настолько милостива к нам относится, природа, что она может 40 лет кормить. Мы ей ничего не даем, она все кормит и кормит. Единственное, каждый раз она дает нам чуть-чуть поменьше. И наша задача с вами только отдавать ей в виде ботвы, в виде травы, в виде сидиратов, либо еще, то есть в виде органики ровно столько, сколько мы забрали. Это тогда баланс будет нулевой. А если нам хочется, чтобы почва улучшалась, можно в 2 раза больше. И нужно будет все замульчировать. Я сейчас ищу такую информацию. Существуют таблетки для кормления животных. Все говорят, нет травы. Существуют такие таблетки для кормления животных. Из крапивы, еще что-то такие, вот прессованные таблеточки. Эту таблетку в землю бросаешь, и она становится ведро травы. Если цена будет приемлемая, в Сибири пока нет таких таблеток, нет столько травы. Если цена будет приемлемая, то у нас в центре будут такие таблетки для мульчирования. То есть легко, хорошо, то есть намочил, травка появилась. Так вот наша задача собрать траву, где только она есть. Старые листья, трава, мы ничего не выбрасываем, пищевые отходы, ветки измельченные. И тогда, получается, собрали урожай и внесли органику. Хотя бы один к одному. Дальше внесли органику, сделали минимальную обработку почвы, внесли сверху органику, сезонная обработка, и полили либо бионастоем литр на ведро, либо биораствором, это сияние один, полстакана на ведро воды. И сезонная обработка, вот редис, там, где обрабатывали редиску, она была по весне, она была очень красивая, вся ровненькая. Там, где не обрабатывали, она была разная. То есть где хватило питания, где нет. Вот смотрите, осенью взрыхлили, посыпали все листья и обработали сиянием. И, значит, где просто осенью вскопали. Вот так по-разному растет перец. Рассаду высадили одинаково. Просто взрыхлили и засыпали органикой, уже лучше. Там, где добавили бактерии, сделали осеннюю обработку. Бактерии сделали свое дело, и растение развивается намного больше. А там, где, как обычно, вскопали, там перец сидит и сидит. По сезонной обработке, по морковь, лук, все по-разному развивались. На контроле морковка была гораздо меньше, и урожайность ее была меньше. И с луком та же самая ситуация. То есть весеннюю обработку и осеннюю делать однозначно. Значит, фасоль. Листва намного интереснее после весенней обработки. Значит, будет все лучше. Вот осенняя обработка. Убрали чеснок. Посеяли сидираты. Для восстановления почвы. Сидираты выросли. Подросли сантиметров 20. Там горчица, редька маслячная. Любые. Поцели. Срезали их плоскорезом. Сверху либо полили раствором, либо просто посыпали сиянием. Полили водичкой. Сиянием 3 можно посыпать. Но вот бионастой и сияние 1 это более экономично. Укрыли грядки до весны. После того, как весной от сидиратов ничего не осталось. Пленочкой закрывать для того, чтобы не выветривалось влага. Можно укрытым материалом плотный. Летом рос картофель вместе с сидиратами. Масличная редька. Масличную редьку подрезали. Она стала в виде мульчи. Дальше замульчировали газонной травой. Картошка выросла. Ее собрали. А мульча же осталась. Вот такая сухая. Ее также можно просыпать. Либо сиянием 3, либо пролить. Сиянием 1. Закрыли укрытым материалом до весны. Весной открыли. Практически осталась только сеточка от травы. Весной сделали весеннюю обработку. И через 2-3 недели можно высаживать любые растения. То есть у вас и сидиратами, и мульчой восстановилась почва. Это добавление морганики. Можно дополнительно ничего уже не вносить. И почва будет рыхлая. Убрали морковь. Оставили на грядке морковную ботву. Ее здесь же посекли. Свекольную ботву измягчили. Я специально для червячков, для бактерий оставляю редьку, дайкон. То есть не убираю. Это я для них выращиваю. Для того, чтобы почва восстановилась. Ну что нам, вот жалко бросить горсточку редьки. И нарастет вот такая редька и дайкон. Это же дополнительная органика. И пусть она перегнивает. Все это измельчили. Просыпали сиянием 3 или сиянием 1 пролили. Добавили золы. Можно биогумус добавить. Можно весной его добавлять. Это будет более полезно. Пролили сиянием 1 дополнительно. Накрыли пленочкой. И успокоились до весны. Весной пришли. И от ботвы ничего не осталось. Я знаю примеры в Новосибирске, когда слой травы укладывали осенью 20 см. А весной руками высаживали туда перцы. Ни рыхлить, ни копать, ни добавлять органики, ни перегноя уже не нужно было. Пролили сиянием. И всю зиму ходил... То есть тот человек, который делал, ему было уже больше 80. Он не мог делать траншеи. Он не мог делать теплые грядки. Он говорит, единственное, что я могу, вместо компостной кучи наложить старое сено, траву, какую-то ботву, растительные остатки и пролить сиянием. С ним он ходил ко мне и спрашивал, скажите, что будет с моей грядкой под перцем? Я говорю, я не знаю. Я так не делала. Вот и расскажете. На следующий год он приехал в сентябре. Он пришел и говорит, пришел докладывать, пришел с перцами. Перцы были вот такие, по 400 грамм, огромные. Он говорит, я был вот вообще настолько удивлен, первый раз в жизни, я видел такую почву, как творожок, что у меня вот нога по щиколотку проваливалась, а рука почти до локтя. То есть она была такая сыпучая, красивая, влажная. И там червей было, видимо, невидимо. То есть когда мы выскабливаем свой огород до безобразия, то есть до черной земли, и все куда-то выбрасываем, либо, слава богу, в компост, а кто-то на дорогу еще выбрасывает, дорогу разрыхляет, то червякам деваться некуда. Они ищут там, где им зиму нужно перезимовать. А здесь они все приползли в тепличку, и все поработали всю зиму. Все съели, все переработали, образовался гумус на этой грядке. Он руками сделал луночки, высадил свою рассаду, замульчировал ее после появления первых сорняков, и несколько раз за сезон полил сиянием. Больше грибей ничего не делал. В такой почве растет все само. Поэтому укровной материал или пленку. И вот весной, получается, смотрите, зимой мы оставили, к зиму мы оставили вот такую ботву, а весной стало все вкусненько, чистенько, и нам делать ничего не надо. То есть нам не надо копать, рыхлить, лишний раз поливать, потому что земля стала совершенно иной. И если мы привыкнем делать хотя бы по одной такой грядочке каждый год, или по две, или по три, или ко всем грядочкам, вы так подходите, у нас их будет всего три-четыре, нам делать не надо будет ничего. Оно будет все расти само собой. Для меня удивительный и любимый огород тот, который требует меньше от меня усилий. Потому что я думаю, что сейчас наступило такое время, и не только у тех людей, кто работает, а даже у пенсионеров. Время настолько убыстрилось, что его просто ни на что не хватает. Нам не хватает на это, то есть информации появилось много, то есть отвлекают нас много от всего. И поэтому нам бы хотелось поменьше тратить время на то, чтобы, ну и хочется же ведь получать еще удовольствие, смотреть на цветочки, хотя бы те, которые садили, а не стоять вот в таком положении в течение всего лета. Поэтому это делать достаточно легко. И органику, ну было бы желание, мы уже у нас были занятия по органике, найти ее везде можно. Вот сейчас и старая листва есть, и почистили, и компостная куча не разобрана. И все это разложили, сделали обработку, а все лето собираем любую травку. Если травы очень мало, можно посеять. Можно посеять лядвиниц рогатых вдоль своего участка, вот возле, где такие дороги не сильно проезжие. И скашивайте, у вас будут постоянно, то есть донники под деревьями, то есть любое место, где бы... Я люблю любиду, я люблю сорняки, и я благодарна природе за то, что она позволяет мне иметь эти сорняки и иметь то, чем восстанавливать почву. Мне само не нужно думать, чтобы я их еще сеяла. И если раньше я возмущалась, там ширица растет, и миллионы семян ее, и зачем она мне нужна, теперь говорю, ну слава богу, наросла, даю ей подрасти, чтобы она не мешала моим растениям. Ну сантиметров 30-40, срезала и говорю, ну спасибо, есть чем хоть прикрыть. И каждый сорнячок, вот не бегу и не выпалываю для того, чтобы кому-то не нравится мой участок, потому что он не вырезан до конца. Но с другой стороны, эти сорняки позволяют мне выращивать роскошные урожаи и не портить почву. Поэтому контролируемое количество сорняков даже приветствуется на участке. И часто про таких садоводов говорят. Вот посмотрите на нее, она на свой участок не заходит, ничего не делает, приходит, отдыхает. Мы здесь с утра до вечера работаем, а у нее огурцы вперед всех, помидоры, капуста там где-то в траве наросла. Значит, что получается? То есть у нее частично почва задернена, то есть она держит воду. И там водятся всякие жучки, букашки, ничего не болит. А мы с утра до вечера, с 5-6 утра, до 11 вечера нам спину разогнуть некогда. Мы все делаем. Морковки гниют, картошка не получается, помидоры нет. И у нас тут та болячка, то это прихватило. И что же она делает? Знаете, что она сделала, та соседка, на которую частично все обижаются? Первое, она распределила свое время, она договорилась с природой, что они будут хозяйствовать на ее участке совместно. Что у нее будут часть полезных насекомых подавлять вредителей, сорняки будут притенять, и поливать будет меньше. Сорняками же она, опять же, замульчирует почву, когда они поднимутся. Сорняки, особенно однолетние, они будут выступать в роли седиратов, не нужно будет покупать семена. То есть они хозяйствуют с природой вместе. Но это не значит, чтобы на всем участке росла одна полынь или пырей, и туда зайти нельзя. То есть если это все в меру и в пользу, это классно. Я в прошлом году вам показывала результат, как в Вологде ребята потратили на выращивание огромных корнеплодов сельдерея всего два часа своего времени. То есть это выросли рассаду на подоконнике, высадили ее, два раза пропололи, то есть один раз пропололи, немного замульчировали, второй раз замульчировали и уехали отдыхать в Крым. Приехали, у них нарос вот такой сельдерей. Хотя, знаете, кто им помог? Одуванчик. Их наросло много, они его срезали, им же прикрыли, все. И нарос огромный сельдерей. А теперь представьте, как многие садоводы выращивают этот сельдерей и ходят его, и отгребают от него чего-то, и что-то еще делают. И получается не всегда роскошно. Поэтому важно восстановить землю и не мешать растениям расти. Некоторые растения растут не благодаря нам, а вопреки нам. Поэтому нам нужно для себя решить, сколько мы времени и сил готовы потратить на все. Я считаю, что весенняя обработка помогает нам в начале мая, то есть вот как только положительная температура остановилась днем, в начале мая сделать весеннюю обработку и уже запустить на наши грядки бактерии. Они начинают свое дело, они начинают разогревать, начинают перерабатывать органику. То есть у нас вегетация началась не в июне, а в мае. И заканчивается она, когда вы делаете осеннюю обработку, она также заканчивается в октябре. То есть у нас практически лето увеличивается на два месяца почти. Вегетационный, вернее, период. И по весенней-осенней обработке вопросы есть? Можно? Великолепно. Только замоченный трава, ей можно поливать только в течение трех-четырех дней. Все лето хранить в этой бочке нельзя. Потому что сначала она дает пользу, а потом там размножаются куча болезнетворных бактерий. Если вы добавляете туда полезные бактерии, они держат развитие болезнетворных. Таким настоем можно пользоваться месяц. А если просто с коровиком и просто одна трава, то только недельку. весной прикрыть, если ветра нет, то не прикрывайте. Если ветер дует, то можно прикрыть старым укрытым материалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok